Дорогие друзья, добрый день, доброй вам пятницы. Я рада объявить нашу еженедельную рубрику «Прямые эфиры с главами русских домов». И сегодня у нас в гостях, назовем это так, руководитель русского дома в Будапеште Валерий Платонов. Валерий, здравствуйте. Добрый день, Юлия. Добрый день, дорогие друзья, все, кто находится по ту сторону экрана, кто слышит или видит нас. Как ваше настроение сегодня? Расскажите нам. Настроение замечательное. Утро задалось хорошо. У нас почти, ну я бы даже сказал уже не весеннее, а ближе к летней погоде. Обещают завтра вообще до 15 градусов тепла, так что настрой самый позитивный. Всем центральным аппаратом вам завидуем. Пожалуйста, приезжайте в гости к нам, мы всегда будем рады видеть коллег. Тем более посотрудничать. Это отлично. Об этом мы сегодня с вами как раз предметно и поговорим. Но я люблю начинать всегда свои беседы с руководителями русских домов, с вопроса о специфике того места, где происходит работа, представительство. Поэтому давайте немного с вами поговорим о Венгрии. Вы расскажете нам, какая по вашему ощущению эта страна, какие это люди. Может быть, есть какие-то особенности при работе с венгерской аудиторией. И, может быть, поговорим о том, какие у нас есть общие точки соприкосновения, соприкосновения наших культур, менталитетов. Расскажите нам, пожалуйста, чтобы мы лучше понимали контекст работы русского дома. Ну, о Венгрии, конечно, можно говорить бесконечно. Хотя бы уже потому, что ее история вмещает в себя более тысячи лет. Как известно, венгерские племена, тогда еще не имея своей государственности, оказались на территории современной Венгрии в 896 году. А уже в 1000 году было основано венгерское государство. Первым королем Венгрии стала такая, я бы сказал, сквозная венгерской истории фигура Иштвана I, который потом был причислен к лику святых и с именем которого очень многое связано и в исторической Венгрии, и фактически в нынешней. Достаточно сказать, что вот эта первая корона, которую, ну, по крайней мере, по доминирующим документам основатель венгерского государства получил от Папы Римского, Сильвестра II, эта корона имеет даже в нынешней Конституции специальный статус как символ перманентности венгерской государственности и единства нации. Вот такой интересный сюжет. И вообще, в принципе, конечно же, с учетом вот такого очень большого измерения венгерской истории, она, кстати говоря, становилась на протяжении всей своей летописи ареной, в том числе и завоеваний. Здесь побывали и монголо-татары. И в течение 150 лет Венгрия находилась в конфронтации с Турцией, а затем достаточно сложный период, тоже достаточно продолжительный, с Австрией, с австрийской монархией, с династией Габсбургов. Но, тем не менее, вот если, что называется, в таком режиме экспресс-знакомства с этой страной, я бы всем рекомендовал именно соприкоснуться с ее такими знаменательными символами. Вот я уже сказал о венгерской короне. Кстати говоря, есть смысл и погрузиться в смысл цветов венгерского флага. Это триколор, состоящий из трех равнозначных горизонтальных полос. Красное, белое и зеленое. Каждая полоса имеет свой символ. Например, красное символизирует кровь, пролитую венгерскими патриотами в борьбе за независимость своей страны. А вообще, вот это свободолюбие венгерской нации, оно пронизывает всю свою историю. Это, кстати говоря, очень такой характерный момент для венгров. Действительно, венгры всегда тяготели к обеспечению своего национального достоинства, к сохранению своей самобытности. Белая полоса – это символизирует чистоту нравственных устоев. Ну и, конец, зеленое – надежда на благополучное будущее. Поэтому вот такие три характеристики, они в какой-то степени отражают и нынешний облик такого типового представителя этой страны, гражданина этой страны. Что я еще хотел бы сказать? Вот говоря, так сказать, о том, что история насчитывает более тысячи лет. Но вместе с тем она имела такой, вот я бы сказал, зигзагообразный характер, фактически, так сказать, с очень высокой амплитудой этой периоды взлета, расцвета венгерского государства. И одновременно, к сожалению, так сказать, да, здесь немало и достаточно трагических эпизодов, связанных прежде всего с периодами военной борьбы с другими государствами. Венгрия, вот как я уже упомянул, становилась территорией военных походов. Она принимала участие в обеих мировых войнах и, к сожалению, для себя вышла из этих войн с большими потерями, достаточно сказать, особенно трагический, конечно, эпизод связан с окончанием Первой мировой войны, когда Венгрия в результате ее завершения по мирному договору, который называется Трианонский мирный договор, который был заключен в Трианонском дворце в Версале во Франции, потеряла фактически две трети своих территорий вместе, естественно, с населением, которое проживало на этих территориях. Но в результате, это сейчас вот в какой-то степени, так сказать, связывая вот этот исторический эпизод с нынешними явлениями, с которыми и нам приходится иметь дело, я имею в виду в данном случае Российской Федерации, в результате по периметру границ Венгрии, нынешней Венгрии, во всех соседних государствах оказались достаточно такие многочисленные венгерские диаспоры, национальные меньшинства, которым, конечно, и современная Венгрия уделяет большое внимание. Поэтому в этом смысле, кстати говоря, мы с венграми такие вот единомышленники, партнеры, так сказать, имея в виду, что в нашей повестке вопрос взаимодействия с соотечественниками, обеспечения их благополучия является очень существенным. Хотел бы еще вернуться вот к венгерской короне. Мне кажется, что, наверное, наше сегодня общение было бы интереснее, если бы наши слушатели узнали для себя, так сказать, вот такие неординарные эпизоды из венгерской истории. Дело в том, что в процессе истории она, конечно же, так сказать, в силу, опять же, вот таких вот разных обстоятельств, связанных с конфронтацией, попадала в самые различные уголки, имея в виду, что сами венгры, спасая эту корону, время от времени вынуждены были вывозить ее с территории своей страны. Это бывало и в XIII веке, когда она оказалась вообще на одном из островов Адриатического моря, и тогдашний король Венгрии, спасаясь от монгола-татара, от нашествия монгола-татара, был вынужден вывезти ее вот в то местечко. Наверное, это сказать, да, многие удивятся, услышав, что даже в начале XIX века, готовясь к наполеоновскому нашествию, корона вывозилась на территорию нынешней Западной Украины, в Мукачево, где она тоже была спрятана и временно находилась вот вне Венгрии. Ну и, наконец, по окончанию Второй мировой войны в 1945 году эта корона была вывезена венгерской стороной, сознательно вывезена на территорию тогдашней Австрии, и в результате оказалась в руках наших тогдашних союзников, американцев, которые перевезли ее в Соединенные Штаты. И вот начиная с 1945 года до 1978, вот этот вот, ну, один из самых главных символов венгерской государственности находился в Соединенных Штатах, в специальном хранилище в порте штата Кентукки, и только президент Джимми Картер в 1978 году принял решение о возвращении венгерской короны венгерскому государству. Причем вот тоже интересный такой момент, в то время Венгрия, будучи социалистической, естественно, находилась в определенном идеологическом и политическом противостоянии с Соединенными Штатами, будучи членом Варшавского договора, СЭВА, Совета экономической взаимопомощи. И вот ее возвращение тоже было такой, я бы сказал, политической заковыкой для самих американцев. Дело в том, что им пришлось искать, что называется, специальную формулировку для передачи этой короны недружественной тогда себе стране. И поэтому передавалась она от американского народа венгерскому народу. И вручал ее здесь, в Будапеште, в 1978 году тогдашний госсекретарь Соединенных Штатов Сайрус Венс не первому лицу венгерского государства, которым тогда был Яныш Кадр, партийный лидер страны, а председателю венгерского национального собрания, то есть венгерского парламента. Вот такие интересные перипетии знает венгерская история. Я уже не говорю о том, что есть еще одна очень интересная реликвия, которая тоже, конечно же, характеризует, я считаю, так сказать, в целом характер венгеров. Это так называемая правая десница короля-основателя венгерского государства Иштвана. Я имею в виду мумифицированную кисть правой его руки, которая после его смерти и при перезахоронении, обнаружив, что она не была подвержена тлению, была отделена и потом родилась в качестве вот такой национальной реликвии и до сих пор хранится в специальном помещении главного католического собора страны, собора Святого Иштвана здесь, в Будапеште. Поэтому все, кто приедут сюда, могут, так сказать, посетить этот собор. Он открыт, хотя он действующий, но он открыт, естественно, для посещения. И можно познакомиться вот из такой неординарной реликвии Венгрии. Она только один раз в году выносится из здания собора во время крестного хода в главный государственный праздник Венгрии, который отмечается 20 августа. Он так и называется День Святого Иштвана. Но еще добавлю, что такое Венгрия? Это огромный список, ну, я, может быть, немножко преувеличенно так говорю, но тем не менее это очень внушительный список так называемых хунгарикумов. Это национальные бренды, которые включают в себя и продукты, и элементы венгерской культуры, и элементы венгерского архитектурного наследия, народного творчества. В конце концов, конкретных людей, конечно же, выдающихся, которые, ну, для страны, можно сказать, являются таким примером, всегдашним примером для подражания. Поэтому это, конечно же, тот же гуляш, да, это и известное такайское вино, есть такое еще интересное красное вино, которое называется бычьей крови. В конце концов, хунгарикумом является и сам венгерский язык, который, конечно же, так сказать, для многих представляется, я бы сказал так, крепким орешком. Я это сам на собственном опыте в свое время ощутил, когда, поступив в Институт международных отношений, в наше учебное заведение, хорошо известное, так сказать, всем под названием ГИМО, получил в качестве первого языка венгерский язык. И вот, не будучи никак связан с Венгрией до моей институтской жизни, мне пришлось его, вот в данном случае, так сказать, да, скажем так, углубиться в него в течение пять лет моего обучения. Но, к счастью сказать, мне это достаточно легко далось, как ни странно, может быть, я в прошлой жизни как-то был связан с Венгрией, догадываться, да, но приехав сюда уже на работу после института, тогда в наше посольство, я уже достаточно бегло владел этим языком. Поэтому, что такое еще современная Венгрия, ее люди, это люди, которые любят искусство, это люди, которые любят отдых и умеют его устраивать. Венгрия щедро... У нас много общего. Да, конечно, конечно. Венгрия природа щедро наделила, я бы сказал, таким уникальным богатством, как термальные источники. Вся страна находится фактически на этих термальных водах. Но достаточно сказать, что сам Будапешт является официальным термальным курортом и, по-моему, единственным в континентальной Европе. Как столица? Столица является курортом. Но я уже не говорю, например, опять же, о таком Хунгарикуме, как озеро Хевис. Термальное, естественное термальное озеро Хевис. Самое большое термальное озеро в Европе и, по-моему, второе в мире после аналогичного озера в Новой Зеландии. В конце концов, озеро Болотон. Мне надо вас, честно скажу, остановить. Да, меня сложно остановить, потому что я, разумеется, в силу своей очень продолжительной работы в этой стране, конечно же, так сказать, да, не побоюсь этого слова, влюблен в нее. И при этом, конечно же, она для меня остается книгой со многими открытыми страницами, потому что все-таки действительно страна достаточно богата и сюжетами для познания, и именами, которые многое дали этому миру. Кстати говоря, Венгрия немало дала и лауреатов Нобелевской премии миру. И, кстати говоря, опять же, такие явления в нашей жизни, как голография, как шариковая ручка, как спички, как первая линия метро на электрической тяге, это все результат плод работы венгерских специалистов. Но я уже не говорю о том, что есть такие легендарные личности, как, например, Гарри Гудини. Я сам в молодости восхищался его какими-то уникальными способами иллюзиона, а Гарри Гудини имеет венгерские корни. Ну и этот список можно продолжать. Да, я полностью с вами соглашусь. И, видя, как вы, с какой любовью об этом рассказываете, мне, конечно, вас перебивать не очень хотелось. Очень хотелось пошутить про корону-путешественницу, которая побывала, пожалуй, в больших странах, чем многие из нас, некоторые из нас. Это точно. И я хотела бы... Сейчас она. Юлия, да, как бы такую точку в этой истории, да, сейчас эта корона хранится в купольном помещении, в купольном зале венгерского парламента. Кстати говоря, здание венгерского парламента, ну, само по себе уже заслуживает, так сказать, да, отдельной истории. Ну, пожалуй, это действительно один из самых-самых красивых парламентов в мире. Это безусловно. И он интересен еще и не только по своему архитектурному, внешнему облику. Во время его строительства, оно продолжалось на протяжении 20 лет, было использовано, применено много инновационных, инженерных решений. Кстати говоря, опять же, так сказать, да, среди всемирно известных ученых немало венгров, и в том числе в сфере ядерной физики и в том числе при создании ядерной и водородной бомбы самое активное участие принимали венгры-иммигранты, работая в Соединенных Штатах. Давайте тогда, чтобы нам сегодня все-таки успеть, поговорим о нашем русском доме в Венгрии, в Будапеште. Расскажите нам, пожалуйста, в нескольких словах предысторию предысторию сегодняшнему дню, то есть историю нашего русского дома, и поговорим с вами о том, как живет русский дом сейчас, кто посещает русский дом, на какие мероприятия приходят люди, что находит наибольший отклик. Ну да, значит, впервые тогда еще Дом советской науки и культуры был открыт в Венгрии в 1973 году. Кстати, в этом году деятельности нашего учреждения Российский культурный центр, разумеется, является продолжателем работы, как мы говорим сокращенно, ДСНК, Дом советской науки и культуры. Так вот, в этом году исполняется 50 лет. Так что мы юбиляры. Можете уже поздравить нас. Мы знаем. Да, и мы, разумеется, мимо этого юбилея, конечно же, не пройдем, но все-таки постараемся наполнить его интересными, я бы так сказал, не шаблонными проектами. То есть мы хотели бы встретить его в активном рабочем режиме, чтобы в конце концов просто вот в данном случае продолжить дело наших предшественников, которые начинали, как я сказал, эту работу в 80-е годы и реализовали ее на очень высоком уровне. Но вот просто для примера, те фамилии, с которыми связана история нашего дома, я назову это так, это и Евгений Нестеренко, это и Елена Образцова, Владимир Васильев, Майя Плесецкая, Давид Ойстрах, Святослав Рихтер, Георгий Товстоногов, Аркадий Райкин, Юрий Любимов, Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Игорь Моисеев, Никита Михалков и с венгерской стороны, в свою очередь, такие известные люди, как Золтан Кодай, Дёрд Мелиш, Ева Рудкой, Габар Миклыш, Мария Теречек, Ференц Каллы, наконец, Эрню Рубик. Рубик, я думаю, это фамилия. Наверное, даже те, кто никак не связан с Венгрией, узнают ее по известному кубику Рубику. Это изобретатель вот этой удивительной головоломки кубик Рубик, который он создал еще в 1000, Эрню Рубик, скульптор по профессии, дизайнер, создал еще в 1974 году. И, конечно, так сказать, да, кубик Рубика приобрел всемирную известность и попал в Советский Союз. И все мы когда-то, ну, по крайней мере, мое поколение, так сказать, ломали голову, как же эту магическую, так сказать, фигуру привести в нужное положение. Так что до нас, я бы так сказал, в стенах нашего учреждения, но побывали самые легендарные люди. Мы, конечно же, стараемся продолжать эту традицию. И мне лично, работая в Венгрии, уже, вы знаете, наверное, многих удивлю, уже, ну, почти тридцать с лишним лет, это уже моя пятая длительная командировка в эту страну. Вот я такой, в данном случае, специалист страновика, на кого я учился, собственно говоря, в МГИМО. Конечно, мне пришлось, даже, я бы так сказал, довелось, посчастливилось повстречаться лично со многими из этих людей. Порой даже, я бы так сказал, с такими историческими личностями. Поэтому эти традиции мы стараемся сохранять и делаем это во имя того, чтобы посетители нашего центра всегда могли ощутить, что называется, и пульс, и сам нерв того, что составляет гуманитарный потенциал нашей страны. Он, конечно, огромен, он очень разнообразен, и мы, с учетом этого, стараемся, конечно, так сказать, тоже ввести разноплановую работу. Но она в каком-то смысле носит универсальный характер, если иметь в виду наших коллег, работающих в других странах. Разумеется, это и тот же русский язык, его распространение, оказание поддержки венгерским русистам, это курсы русского языка, которые, кстати говоря, традиционно проходят у нас с большими наборами, например, могу с большим удовлетворением сказать, что и сейчас на наших курсах вот в этом текущем полугодии занимается порядка двухсот человек. Согласитесь, это не маленький показатель, конечно, мы стремимся наращивать это количество, и одновременно работать с партнерскими учреждениями, в которых также ведется изучение русского языка. Конечно же, это ознакомление широкой венгерской общественности с нашей культурой, с нашим искусством, с нашими научными достижениями, с нашими передовыми технологиями. Разумеется, в рамках этой работы мы уделяем внимание тем людям, кто в свою очередь, я имею в виду тем иностранным партнерам, которые в свою очередь в ходе своего профессионального становления были связаны с нашей страной. Это выпускники российских вузов, это неправительственные организации, которые ориентируются на плотное взаимодействие с нашей страной, но прежде всего это общество дружбы. Венгрии две таких организации на сегодняшний день, общество венгеро-российской дружбы и культурных связей, историческое общество, которое было создано еще в 46-м году, и кстати, в президиум этого общества в то время входил один из лауреатов Нобелевской премии, его зовут Альберт, его звали Альберт Сен-Дерди, он является фактически создателем витамина С, и наконец-то это уже более современная группа, ассоциация за венгеро-российское сотрудничество имени Льва Николаевича Толстого, и я хочу сказать, что вот при том, что эта ассоциация была сравнительно недавно учреждена, конечно, она уже вот проделала, я бы сказал, такую очень солидную работу, прежде всего, на НИВе образовательно-литературной деятельности, имею в виду подготовку переводчиков литературных переводчиков, переводчиков художественной литературы, ну и вообще в широком смысле провела большую и проводит большую просветительскую работу, поэтому и, конечно же, так сказать, как я в самом начале своего выступления говорил, конечно же, таким постоянным звеном в нашей работе и в нашей повестке является, конечно, контакт с нашими соотечественниками, контакт с нашими соотечественниками, так сказать, чтобы помочь им, когда это необходимо, реализовать свои права и интересы, сохранять свой язык, как мы говорим, свою культурную, этническую идентичность, оказывать поддержку по всем вопросам. Но мы их рассматриваем одновременно и как органический элемент нашей совместной работы, потому что эти люди живут здесь, разумеется, они имеют самые различные контакты, у каждого из них есть свой профессиональный потенциал, поэтому в этой нашей общей работе мы, безусловно, прибегаем периодически и к их помощи, тем самым расширяя круг наших партнеров в стране. Получается, что соотечественники и в том числе вашими партнерами являются, а не только ваших мероприятий, участниками. Расскажите нам, на каких языках вы проводите мероприятия, может быть, в процентном соотношении больше венгерских и на русском. И вообще, хотелось бы понимать, какая сейчас ситуация по отношению к русскому языку у внутренней общественности. Да, Юлия, наш принцип проводить мероприятия на двух языках, потому что я уже сказал, что, собственно говоря, наша основная задача – это охват венгерской общественности, вот этого венгерского, как мы говорим, фактически на своем профессиональном языке периметра, потому что, в конце концов, наша основная задача – знакомить венгерскую сторону, венгерскую среду с тем, что такое Россия, каким потенциалом она располагает, чем она может быть полезной, где наши точки соприкосновения и интересов, и каким образом, в конце концов, эти точки соприкосновения и интересов можно трансформировать в конкретные совместные проекты, чтобы быть взаимно полезными друг другу. Вот, собственно говоря, здесь нет никакой потусторонней, что называется, мысли в нашей работе. Поэтому, безусловно, мы стараемся проводить мероприятия даже при том, что, безусловно, акцент от мероприятия к мероприятию в данном случае разнится, имея в виду, что когда-то в большей степени мы рассчитываем на венгерскую аудиторию наших программ, и тогда, скажем так, в качестве первого языка проведения мероприятия используется венгерский, но при этом обязательно идет перевод на русский. И наоборот, когда мы имеем в виду, что мы в первую очередь ожидаем на ту программу, которую готовим, скажем так, русскоговорящую публику, я хочу подчеркнуть, что, конечно же, соотечественники – это, скажем так, первичное звено в нашей внешней работе, но на этом оно не заканчивается, потому что, в конце концов, в Венгрии достаточно много людей, не являющихся ни россиянами, формально не являющихся нашими соотечественниками, но, тем не менее, это те же граждане бывших советских республик, которые владеют русским языком и с удовольствием приходят в наш центр. Поэтому мы, безусловно, русский язык всегда тоже используем в нашей работе. Понятно, что нынешний период, конечно же, отличается от предшествующих времен в силу известных обстоятельств, которые порой, к сожалению, жестко разделили людей в их мировоззренческих позициях, но я хочу подчеркнуть, что все-таки своей работой мы стремимся сигнализировать то, что культура, безусловно, не должна восприниматься в угоду политическим предпочтениям. Сама по себе культура – это уже большая, уникальная, я бы так сказал, цивилизационная ценность. И она, конечно же, перешагивает вот эти границы актуальной политики. Я, кстати говоря, приведу один очень характерный пример вот такой человеческой судьбы, пример именно вот такого правильного восприятия того, о чем я сейчас говорил. Одним из наших ценных и таких стабильных партнеров до недавнего времени, к сожалению, в прошлом году этот человек ушел из жизни в силу просто возраста, был замечательный и действительно, ну, пожалуй, один из самых ведущих литературных переводчиков, Арпад Галгадзе, из-под пера которого вышли переводы, ну, фактически всех произведений, и я бы так сказал, всех основных произведений, и Пушкина, и Лермонтова, и Евгений Онегин, и Демон, и Мцири, все это Арпад Галгадзе замечательным образом перевел. Но русский язык он изучил, будучи венгерским гражданином, к сожалению, в нашем, ну, как мы говорим, гулаге. Будучи молодым человеком по окончанию войны, он был интернирован в Советский Союз на принудительные работы, попал в лагерь, и там изучал русский язык. И, вернувшись из Советского Союза, он свою жизнь посвятил литературному переводу с русского языка на венгерский. Я его очень хорошо знал, мы много встречались, мы проводили целый ряд интересных мероприятий, и всегда, действительно, периодически со стороны и слушателей, и посетителей возникал вопрос. Как же так? Вы, человек, которому довелось столько испытаний пройти вот в тех местах, которые так или иначе связаны с Россией, с русским языком, и тем не менее фактически русский язык, русская поэзия стала вашей, ну, просто вот частицей вашего сердца. И как раз Арпат в данном случае и говорил, что, слушайте, красота русского языка, русской поэзии, она никак не связана, так сказать, да, вот с этой актуальной политикой, которая порой заводит людей в тупик. Поэтому это две совершенно разные субстанции. Это история, на самом деле, и очень глубокая мысль, которую хотелось бы на камни высечь и поставить очень много где, назовем так. Поэтому мы всячески в своих повседневных делах стараемся подчеркнуть эту мысль. Но, кстати говоря, я хочу сказать, что в Венгрии проявляют здравомыслие. Здесь мы ощущаем очень сбалансированный подход к нынешней ситуации с точки зрения восприятия нашей культуры. И наша культура здесь присутствует, причем не, скажем так, не виртуально, да, а на сценах ведущих венгерских площадок, в ведущих венгерских театрах. Достаточно сказать, что с конца января на сцене Венгерского государственного театра оперы и балета, это аналог нашего большого театра, идет опера Сергея Прокофьевого «Война и мир» на русском языке. На русском языке специально поставлена здесь в театре. В скором времени, в начале июня, мы ждем премьерный показ балета нашего прославленного балетмейстера Бориса Эйфмана. Вот 10 марта в Будапештском национальном театре по своей значимости, это аналог нашему МХАТу, состоится премьерный показ спектакля в режиссуре Валерия Фокина. Поэтому здесь выступают время от времени наши ведущие музыканты. Так что российская культура не прекратила свое присутствие здесь в Венгрии. Вот недавно мы показали, кстати говоря, в результате коллаборации нашего центра с партнерами в Германии компании «Картина ТВ» премьерный показ состоялся в Центральном Будапештском кинотеатре с залом на 430 мест, премьерный показ лидера нашего российского кинопроката фильма «Чебурашка». Я хочу подчеркнуть, что билеты на этот сеанс были проданы, вот зал, еще раз говорю, 430 мест, билеты на этот сеанс исчезли буквально за несколько часов одного вечера. Поэтому, безусловно, интерес к российской продукции здесь есть, и мы, безусловно, стараемся его восполнять, поддерживать. И при этом, конечно же, стараемся работать не шаблонно, в ногу со временем. В ногу со временем. Хотела у вас уточнить, а вот этот интерес, он преимущественно от какой вот аудитории исходит? Это та часть аудитории, которая помнит, еще так назовем это, общее социалистическое прошлое? Или, может быть, современной, условно, молодежи, лет до 35, по каким-то причинам наша культура, наш язык тоже могут быть интересны? Нет, вы знаете, опять же, я считаю, что любая культура, если она располагает должным потенциалом, она вне возрастных границ. Поэтому она в данном случае может быть интересной, различные ее сегменты могут быть интересны самым различным возрастным аудиториям. Так и происходит, в том числе и здесь в Венгрии. Конечно же, и с учетом венгерских традиций, здесь всегда почитали серьезную классическую музыку. И Венгрия славна именами, громкими именами в этой сфере. Ну, взять того же Ференца Листа, всемирно известного композитора, гранда классической музыки, который, кстати говоря, бывал в свое время в России, в тот период своей жизни бывал в России. И, кстати говоря, был дружен с рядом наших великих композиторов и Глинкой, и Мусоргским. Это и Бартак Белла, это Золотан Кодой. Поэтому в силу, скажем так, неких традиций, Венгрии традиционно, опять же, Венгрии, так сказать, на авансцене достаточно ярко представлена классическая музыка. И с учетом этого, с учетом огромной аудитории, которая любит этот жанр, здесь периодически и в прежние времена, да и сейчас выступают, ну, самые ведущие российские исполнители. Пожалуй, нет такого ведущего российского исполнителя в этом жанре, кто не выступал бы в Венгрии. Но при этом, безусловно, время берет свое, появляются новые вкусы, новые жанры. И вопрос только в том, можем ли мы в данном случае обеспечить, да, вот ту продукцию, я имею в виду, не потому что, если, вопрос не в том, есть ли она у нас в России или нет, конечно же, она у нас есть. Вопрос, пожалуй, это сказать в том, можем ли мы на сегодня, скажем так, преодолеть вот эту непростую логистику нашего взаимодействия. Это связано, конечно, и с удорожанием, передвижение с его осложнением. На сегодняшний день, как мы знаем, нет прямых, как и, наверное, так сказать, да, те, кто нас слушают и смотрит, знают, что нет прямого сообщения, авиасообщения между Россией и Венгрией. Поэтому вопрос такой непростой и дорогой. Но, тем не менее, это сказать, да, он, в общем-то, состоит только в этом. Можем ли мы, преодолевая вот эту логистику, показать здесь ту продукцию, которой интересует в первую очередь молодежь. Но мы вот даже, скажем так, своими скромными средствами пытаемся это делать. Ну, взять хотя бы, так сказать, тот вот молодежный батл, который мы недавно провели в одной из самых крупных будапештских гимназий, в которой обучается порядка тысячи человек и в которой русский язык стабильно изучается, причем по расширенной программе. То есть не только сам русский язык, но еще ряд предметов на русском языке. И это одновременно был и таким вот первым выходом на международную площадку для российской школы, которая функционирует при нашем посольстве здесь, в Будапеште. И вот две команды, команда российской школы и команда вот этой будапештской гимназии, посоперничали на сцене как раз на основе тестирования друг друга в отношении знания культуры другой страны. Там было много таких игровых интересных элементов. Ребятам приходилось буквально экспромтом, будучи на сцене и фактически не имея времени для раздумий, для размышлений, что называется, вот показать то, насколько они знают культуру России, соответственно, это венгерская команда, а наша команда культуру Венгрии, насколько они изобретательны в этом плане, насколько они сами готовы создать вот, что называется, спонтанно какую-то продукцию. А знаете, последним элементом вот этого сценария и задания, которое им приходилось выполнять, это уже была наша идея. Каждая команда должна была подготовить рэп-композицию, композицию в стиле рэпа, то, что им как раз сегодня очень близко. При этом, включив в нее российская команда какие-то отрывки из произведений Александра Сергеевича Пушкина, а венгерская команда должна была в свою композицию включить отрывок из произведения, скажем так, венгерского Пушкина, коим здесь является поэт Шандер Петтуфи. Кстати, в этом году отмечается 200 лет со дня его рождения. Это такие равновеликие фигуры, если иметь в виду две культуры. И я хочу отметить, что обе команды просто на отлично справились с этим заданием. И вообще, да, было жюри, было судейство, был победитель этого конкурса, этого батла. Но я считаю, что главный итог этой встречи был огонь в глазах ребят обеих команд. И их желание продолжить такие встречи вот в таком же формате, что мы обязательно и будем делать. Я, если правильно понимаю, то вот этот вот батл между венгерскими и российскими школьниками – это ваш авторский проект «Русского дома в Будапеште». Первый. Первый моих коллег, которые здесь работают, да, мы вот всей командой, что называется, здесь сидели по вечерам и составляли этот сценарий. Порой сами споря, порой его перерабатывая. Но вот хотелось сделать такую изюминку, которая бы зацепила нынешнюю молодежь. И, по-моему, нам это удалось. Потому что и на сцене доминировали улыбки и взаимное уважение, и в зале, где находились болельщики, учащиеся обеих школ. То же самое, все это действие сопровождалось только позитивными эмоциями. Ну, я вас поздравляю с успешным проектом. Мне кажется, что работать с молодежью, наверное, это одна из самых таких, из непростых задач в домах у наших. Потому что совершенно там вообще другой подход нужен. Люди по-другому воспринимают информацию. Им интересны совершенно иные форматы. И, в общем-то, подобрать какой-то материал, который удержит внимание молодого поколения. Наверное, это очень здорово. Конечно, все-таки у нас возрастная разница. И, безусловно, порой ловишь себя на том, что ты мыслишь все-таки некими другими штампами. И даже, ну, тут очень важный момент. Я хочу это сказать всем и своим коллегам. Всегда надо все-таки исходить при этом из того, что даже если в силу каких-то обстоятельств мы понимаем, что это что-то не твое, это, скажем так, не в твоем вкусе, это не порой соответствует твоему мировоззрению. Надо уметь переключиться и почувствовать вот этот пульс молодежи. Ну, так устроена жизнь. Каждое старшее поколение, это сказать, да, отцы и дети всегда вступает в некий конфликт с более молодым поколением. Но надо находить компромиссы. Вообще дипломатия, чем мы, собственно говоря, и занимаемся, культурная дипломатия, это вообще искусство компромиссов. Без этого нечего делать в этой профессии. Тогда надо закрывать эту книгу, так сказать, да, и искать в библиотеке что-то другое. Ну, в любом случае, у многих есть свои такие дома маленькие фокус-группы, которые могут помочь в понимании современных тенденций молодежных. В общем, я хотела спросить у вас про этот проект. Спасибо вам, что рассказали. Это, правда, мне кажется, очень здоровская идея. Очень хочется, чтобы она развилась еще во что-то большее. А давайте теперь поговорим о других авторских проектов Русского дома в Будапеште. Мы знаем, что они есть, помимо вот этих стандартных историй, с поступлением, с помощью поступлений иностранных граждан на российские вузы, кроме наших привычных курсов русского языка, есть все-таки место, время и возможности для творчества, назовем это так. Если не подводит меня память, то в ноябре и в последнюю неделю января у вас были крупные литературные мероприятия с приездом наших авторов современных, известных. Расскажите вот про эти мероприятия. Судя по всему, они становятся какими-то или уже были регулярной частью деятельности Русского дома. Наверное, там есть какой-то внутренний запрос на проведение именно вот такого формата встреч и взаимодействия с нашей культурой. Да, все правильно, Юлия. Да, действительно, и в ноябре, и с конца января, первой недели февраля не только на площадке нашего центра, но и к большому удовлетворению для нас на различных площадках Будапешта состоялись серии литературных мероприятий с участием наших, ну так скажем, хорошо узнаваемых ведущих и хорошо узнаваемых писателей. Это и Евгений Водолазкин, это и Павел Басинский. Кстати говоря, Павел Басинский стал лауреатом главной премии Большой книги по итогам сезона 2021-2022 годов за свой труд «Подлинная история Анны Карениной». Вообще, Павел Басинский является ведущим исследователем творчества Льва Николаевича Толстого и много на эту тему написал. Кроме того, это был Шамиль Идиатулин и поэтесса Екатерина Барбаняга. Вот четыре писателя к нам приезжали в ноябре, потом в сокращенном составе они приехали в феврале. И с чем это связано? Это очень оригинальный, я надеюсь, долгосрочный проект наших партнеров, а конкретно Института перевода, который функционирует в нашей столице, в Москве, и задача которого обеспечивать поддержку переводов и русской литературы на иностранные языки, и наоборот. В чем смысл этого проекта? Конечно же, очень многое зависит от того в плане возможности воспроизводить свою литературу за рубежом, а есть ли вот эти творческие силы, которые готовы аутентично перевести эти литературные произведения на язык страны? Потому что, конечно же, порой такие переводы происходят с третьих языков. Имеется в виду, что, например, произведение одного из наших авторов переводится через английский, немецкий языки. Но все-таки я сам, как человек, владеющий языками, и зная специфику погружения в эту среду, могу сказать, что в этом случае, безусловно, на этих этапах происходят очередные потери оттенков, правильных оттенков. А в литературе это одно из самых главных. Это же литературный язык, это метафоры, это выразительность. Поэтому, чтобы вот в итоге до потребителей, до читателей дошел аутентичный текст, нужны всегда те люди, которые готовы перевести с языка оригинала. И как раз вот этот проект и призван, что называется, обеспечивать этот потенциал. На нынешнем этапе этот проект задуман в трехстороннем формате, причем таком необычном по своей географии. Это Россия, это Венгрия и это Казахстан. Но и здесь, если кому-то на первый взгляд покажется, а почему, собственно говоря, вот эти три страны, конечно же, наши коллеги в Москве исходили, во-первых, из уровня как раз интенсивности наших контактов с соответствующей страной, потенциальным участником этого проекта. Ну и, наконец, с точки зрения вообще исторических переплетений культур этих стран, они, безусловно, есть. Вот даже, кстати говоря, в рамках вот второй этой программы, февральской, мы одновременно в нашем центре, она до сих пор демонстрируется здесь, показывали выставку, которая так и называется «Россия, Венгрия, Казахстан на перекрестке культур». И те, кто либо уже посмотрел, либо придет посмотреть на эту выставку, как раз увидят вот эти вот узелки, вот эти переплетения культур трех стран. Но фишка этого проекта еще состоит в том, что он будет фокусироваться не только на некий образовательный процесс для таких вот начинающих переводчиков литературных, но это будет, по крайней мере, по замыслу, это должно быть дополнено очень активной кросс-культурной коммуникацией экспертов от этих стран вот в рамках таких школьных курсов. Речь идет о том, что в каждой программе во время ее проведения смогут принять участие не только переводчики, но и писатели, историки, культурологи, журналисты, а также авторы самых различных просветительских проектов и контентов. И фактически в период работы школы в каждом из городов мы будем иметь дело с неким фестивалем, по крайней мере, как мы хотели бы это сделать, с неким фестивалем искусств на культурных площадках конкретного города, а кроме, значит, не только, скажем там, на базе наших центров, но и в книжных магазинах, библиотеках, университетах, кинотеатрах, музеях, в арт-клубах пройдут культурно-просветительские мероприятия, в том числе и в таких интерактивных формах и форматах, как интеллектуальные стендапы, культурно-просветительные стендапы, ну, как это сейчас иногда говорят, иммерсивные спектакли, исторические хэппининги, да, театрализованные экскурсии. Поэтому задумка очень интересная, мы сейчас над этим работаем, и, собственно говоря, приезд вот этой творческой команды, кстати говоря, ну, такой очень интересной команды, потому что в рамках этих программ действительно состоялись встречи с самыми различными аудиториями, начиная от маленьких совсем людей людей, которые еще, может быть, только вообще пытаются понять, что такое литература в виде мастер-классов, до уже зрелой аудитории. Так вот, вот эти встречи, они показали в очередной раз высокую востребованность, так сказать, да, литературы, конкретно русской литературы здесь в Венгрии. И, кстати говоря, в этом смысле этот интерес стабилен, и в историческом измерении в Венгрии переводы на венгерский язык наших классиков, того же Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, стали появляться буквально сразу после их выхода у нас в России, еще с конца 19 века. Даже сейчас в венгерских магазинах представлена, ну, фактически вся палитра наша литературная и с точки зрения наших классиков, и писателей советского периода, и, кстати говоря, наших современников. Так что, как бы говорится, это интересное зерно, мы считаем, ну, имеет шанс упасть на благодатную почву, и, дай бог, мы тут уже, конечно, постараемся общими усилиями, чтобы оно проросло и в итоге превратилось в стабильный, стабильный такой вот долгосрочный проект, который позволял бы, подчеркиваю, не только переводчикам, потенциальным переводчикам, но и самой широкой аудитории подчеркнуть много интересного для себя из культуры либо России, либо Венгрии, либо Казахстана. Ну, я, в общем, поняла, что, на самом деле, задел-то очень крупный партнерство. Вот, если я правильно вас поняла, то в партнерстве там с институтом перевода подготавливается некоторая такая комьюнити внутри страны, да, которая может, ну, как бы, я так понимаю, не только качественно делать переводы с одного языка на другой, но и, в принципе, вот это вот, и, как бы, работать с культурными текстами, я не знаю. Ну, в общем, всю вот эту деятельность между тремя государствами, да, как бы делать. Вокруг вот этих образовательных курсов, да, должны сформироваться в каждой стране такие вот группы, да, интересных людей, конечно, профессионалов своего дела, как я уже говорил, это историки, это культурологи, это и специалисты в сфере медиа, современных медиа, да, которые готовы поделиться своими знаниями, своей информацией для самой широкой аудитории, конечно, включая и самих слушателей вот этих вот переводческих курсов. Ну, очень интересно, да, еще, что это все происходит через практику, интерактивное влечение, потому что процесс обучения, он хороший тогда, когда он не сух, а очень, как бы, когда ты, ну, вот прям находишься сразу в как-то в живых ситуациях, можешь отрабатывать, в том числе и язык, и профессиональные коммуникации очень здорово. У нас, к сожалению, уже время заканчивается, и хотелось бы... Пожали, еще столько всего хотелось бы рассказать. Мне бы вас тогда спросить, какие ожидаются мероприятия у Русского дома, может быть, в ближайшее время, а может быть, там, вообще на целый год, тем более, что есть повод, может быть, к вашему по 50-летию какие-то нам ожидать интересные события. Расскажите нам немножко то, что можно, так сказать, обнародовать уже. Ну, задумок, конечно, много. Действительно, 50 лет все-таки это такая знаковая, знаковый этап в жизни и человека, и любой организации. Поэтому хотелось бы как-то достойно пройти вот этот год. Есть и специальные проекты, о которых я действительно, наверное, сейчас не буду говорить, чтобы не опережать события. Но вместе с тем, например, все-таки один из них раскрою. Вот нам бы хотелось обратиться в год своего 50-летия к нашим ровесникам, к тем, кому в этом году исполняется 50 лет. Мы это сделаем буквально в ближайшие дни с предложением написать нам, им самим и их детям, имея в виду вот как бы связь поколений, именно 50-летним и их детям, вот через эту связь поколений, написать нам о самых ярких впечатлениях в их жизни, поводом для которых стало соприкосновение России и Венгрии. И может быть, я чрезмерный оптимист, но мне кажется, что в результате вот такого, такой коммуникации мы могли бы очень много полезного и интересного для себя подчеркнуть. И может быть, это даже будет тянуть на то, чтобы потом как-то систематизировать и оформить в виде какого-то издания. Фактически речь идет о том, что глазами конкретных людей, их эмоциями и впечатлениями мы сможем каким-то образом дополнить историю наших фактических взаимоотношений, российско-венгерских взаимоотношений. Именно того позитива, которого в нашей жизни порой так не хватает, потому что, как я говорил, история многогранна, были самые разные периоды, так устроена жизнь. Но все-таки важно основываться на позитивных примерах нашего диалога, нашего сотрудничества. Это один из наших проектов, который будет в ближайшее время запущен. Но, безусловно, это одновременно и год юбилеев целого ряда выдающихся деятелей культуры и искусства нашей страны, начиная с того же 150-летия Рахманинова, Сергея Васильевича Рахманинова, композитора уникального, который тоже в каком-то смысле является композитором вне национальной границы. Его в Венгрии также знают, также почитают и наши именно венгерские партнеры, подчеркиваю, именно венгерские партнеры, которые являются организаторами ежегодного фестиваля русской музыки, настроены подготовить очень солидную программу по случаю этого юбилея. Вот мы с ними уже находимся в плотном контакте и вместе работаем над серией программ, посвященных этому юбилею. Это, разумеется, и 150-летие Федора Шаляпина, и 200-летие Островского, и юбилей Станиславского, и 100-летие Леонида Гайдая. А вот, кстати говоря, что касается 100-летия Леонида Гайдая, это очень хороший повод использовать его творчество для изучающих русский язык. С тем, чтобы обогатить их, вот русский язык, теми замечательными выражениями, находками, так сказать, вот этими вербальными, которые мы сами в повседневной жизни с удовольствием используем. Поэтому вот мы тоже так хотим творчески подойти ко всем этим юбилеям и посмотреть на них с разных сторон. Не шаблонно, да, а вот где, какие изюминки, так сказать, можно для нашей сегодняшней жизни вот таким образом использовать. Поэтому задумок много. что называется, фронт работы огромный. Так что мы настроены по-боевому. Валерий? Я думаю, что вы это тоже, как наши коллеги в Москве, будете периодически, так сказать, импульс вот нашего тонуса, да, вы будете ощущать. Валерий, я вообще не сомневаюсь, что так все и будет. У вас интересны действительно проработанные проекты. Будем с нетерпением ждать новостей. Мы желаем вам удачи. Планов действительно много. Пусть ресурсов будет не меньше, скажем так. Я вас благодарю сегодня, что уделили время для нашей беседы. Я благодарю наших зрителей, слушателей за то, что были сегодня с нами. Всем желаю приятной пятницы, хороших выходных. Всего самого хорошего. Подключайтесь в следующую пятницу на наши следующие эфиры. Валерий, еще раз вам огромное спасибо. Спасибо большое, Юлия. И тоже я всем хотел бы пожелать и хорошей пятницы, и хороших выходных. И хотел бы, вот что называется, завершить наш разговор замечательным высказыванием Леонардо да Винчи, который говорил, что познание стран это украшение пищи человеческих умов. Вот этой формулой я и руководствуюсь по жизни, и мои коллеги в Российском культурном центре, поэтому приходите к нам. Мы постараемся быть для вас полезными и интересными. Прекрасное завершение нашей беседы. До новых встреч! Да, Россия с вами. Спасибо большое. Счастливо. Продолжение следует...